Добрый вечер! Это прямой эфир ЕТВ. Меня зовут Ольга Новгородова. Я веду программу «Работа и карьера». В ближайшие полчаса, дорогие друзья, мы будем заниматься самым любимым нашим делом. Ломать стереотипы и развенчивать мифы, рассказывая о такой неромантичной и, казалось бы, на первый взгляд, простой профессии, как сантехник. Сегодня у нас в гостях начальник аварийной диспетчерской службы Георгий Петрович Чукуров, который о профессии сантехника знает всё на свете. Здравствуйте, Георгий Петрович! Здравствуйте, Оля! Расскажите, откуда взялся этот стереотип о том, что быть сантехником непрестижно, немодно, неинтересно? И что нам сейчас делать с этим стереотипом? Ну, стереотип есть стереотип. Он как взялся, так и, видимо, уйдёт со временем. Ну, что-то пока не уходит. Что-то не уходит, но маленькая толика вины есть в том, что средства массовой информации, представителем которых вы являетесь, что-то не очень нас жалует своим вниманием. Я ещё не видел такой хорошей детальной передачи, скажем, о профессии сантехника. Как-то бы вот пошире осветить эту ситуацию, что сейчас уже сантехник – это не тот человек, который в полупьяном состоянии с большим ключом номер три ходит. Ага, вы сказали, что сейчас уже. Значит, раньше были полупьяные с большими ключами. Конечно, были. Конечно, были. Ну, давайте посмотрим. Вот средства массовой информации. Давайте рассмотрим фильм, да? На моей памяти только один фильм Данелли – это «Афоня» в 1975 году, снятый 1975, который показывает, так сказать, образ сантехника. Да и то я бы не сказала, что этот образ очень положительный. Совершенно верно. Если, так сказать, по этому фильму слоган провести, ну, плохой хороший человек, да, как бы так получается. Но дело даже не в том, какой сантехник показан Афоне, а дело в том, что в настоящее время, сейчас, значит, сантехник должен не только уметь хорошо обращаться с новейшими и новыми материалами, которые находятся в работе, с теми конструкциями, коммуникациями, которым ему приходится работать, но ещё и быть довольно близко знакомым с электроникой. С электроникой зачем? А с электроникой вот зачем. Когда он приходит в подвал современного многоэтажного, многоквартирного дома, там есть так называемые приборы учёта. Они в электронной системе сделаны, но они могут передавать информацию как на расстоянии через интернет, так и по месту нахождения этого прибора. Но для того, чтобы ему увидеть, что же происходило с горячей водой, с холодной, с отоплением за прошедшие сутки, ему достаточно нажать пару кнопочек и увидеть, что же было. Какие-то скачки, какие-то, значит, неполадки с подачей воды где-то были на вводе в дом, скажем так. Ну вот, для того, чтобы это всё увидеть, нужно уметь пользоваться прибором. Нужно какое-то специальное образование для того, чтобы стать хорошим, профессиональным, зарабатывающим сантехником? Высшее, средне-техническое? Ну, для того, чтобы вообще быть хорошим специалистом, надо же образовываться всю жизнь. Это естественно. И не гнушаться, и не бояться учиться постоянно, везде и у всех. Ну, что касается необходимости сантехнику иметь высшее образование, я, конечно, такой необходимости не вижу. Да и, если посмотреть так, по большому счёту, у нас в России высшее образование, половина из них, из людей, которые получили высшее образование по своей специальности, не работает. Согласитесь, что действительно так. Да и высшее образование не показатель профессионализма. Совершенно верно. Что же касается технического образования? Ну, да. Чем больше человек технически образован, тем лучше. Ну, что нужно знать слесарю и сантехнику, как специалисту? Умение читать схемы. Умение читать конструктивные особенности того или иного прибора. Умение и знание материала, из которого он изготовлен. Потому что всё это помогает безошибочно работать, безошибочно определить те или иные неисправности и наметить пути их исправления в кратчайшие сроки. В Екатеринбурге обучают сантехников? Выпускает кто-то сантехников? В Екатеринбурге и в других городах России, наверное, раньше существовала довольно строгая и стройная система профтехобразований, которая выпускала специалистов, способных работать в этой отрасли. И многие из них оставались и работали. А сейчас я таких профтехучилищ не знаю. И вот это как раз больной вопрос, правильно поставленный вами. Как воспитывать молодое поколение? Да. Как воспитывать молодое поколение? Сантехников. И кто вообще будет работать после того, как уйдут те? И как они будут работать, не имея даже среднего образования? Ну, пожалуй, работать-то они будут, только как будут работать. Вот в чём сейчас соль. Вот средний возраст работников моего подразделения, а это крупнейшее подразделение не только в Ленинском районе, но и в городе, 47 лет. Это уже до пенсии не так далеко. Представьте, да, представьте, что и кто будет работать после их. Это те ещё люди, старые закалки, из Советского Союза, правильно? Ну, правильно, да, совершенно верно. Старые закалки, ну, это не значит, что они хуже или по каким-то другим критериям не готовы к работе. Ведь давайте немножко экскурс назад сделаем. Как люди в ЖКХ приходили в старые советские времена? Они приходили прежде всего за тем, чтобы получить жильё. Тогда давали квартиру, пусть она была служебной, но, во всяком случае, её давали быстро. И вот это был как раз тот мощный фактор, который привлекал людей в систему ЖКХ. Сейчас этого нет. Никто никаких, ни служебных, никаких квартир не даёт. А говорить о том, что в ЖКХ приходят люди за тем, чтобы большие деньги заработать, ну, это смешно, потому что больших денег там не заработаешь. А каких денег заработаешь? Относительно средней зарплаты по Екатеринбургу. Давайте, относительно средней зарплаты по Екатеринбургу 37 тысяч на сегодня. Вот я недавно ехал на вашу передачу, слышал Высокинского, он как раз вот такую фразу озвучил. Сантехники в рамках? В рамках. Они могут зарабатывать 37 тысяч? Могут. И больше? Могут и больше. Что должен сделать сантехник, чтобы заработать больше? Ну, не столько сантехник, сколько руководство, предприятие, в котором он работает. Вот наша крупнейшая компания, как я ужил, не только в районе, но и в городе. Вот руководство нашей компании, оно понимает прекрасно, что без такой структуры, в которой работают мои люди, это аварийно-диспетчерская служба, да, ну, ни одна управляющая компания прожить просто не может. Она заинтересована, руководство заинтересовано в том, чтобы держать людей, те, которые достойно и достойно работают. У нас есть такое, как бы, ну, мы взяли на себя такое обязательство, например, работа на личном имуществе граждан. Ну, чтобы вы знали, ну, наверное, теперь уже это все знают, что по новому законодательству, по вот новому подходу к ЖКХ, имущество многоквартирного дома делится на личное и общее имущество. Общее имущество – это коммуникации, там, снабжение, то, что проходит по подвалам, по стоякам. А личное имущество – то, что находится в квартире жителя после отсекающего от стояка вентиля. Так вот, все работы, которые связаны с личным имуществом, выполняют мои ребята, выполняют за определенный процент. Вот это позволяет им приближаться к той отметке, о которой мы говорим, и даже в некоторых случаях ее переходить. Дорогие друзья, мы говорим о профессии сантехник. Присоединяйтесь к нашей беседе. Адрес нашего сайта – якбург.тв. Регистрируйтесь, оставляйте свои сообщения справа от окна трансляции, или же связывайтесь с нами по скайпу ЕТВ, нижнее подчеркивание ТВ. Давайте ответим на вопросы наших зрителей. Они есть. Бывало ли такое, что вы или ваши подчиненные, работники, рисковали? Связана ли профессия сантехника с риском? Ну, ребята рискуют, я вам скажу, ежедневно. Только ведь степень риска, риск – это всегда тот фактор, который сопутствует неправильной организации труда. Вот в этом случае возникает риск. Какие самые опасные ситуации случались? Опасные ситуации случались зимой, когда прорывало отопление, и нужно было идти на штурм этого отверстия, во что бы то ни стало. Дойти до задвижки, которая перекрыла бы и дала возможность, так сказать, ликвидировать все это, не всегда есть возможность. Вызывать другую службу, которая занимается поставкой, да, и чтобы она перекрыла у себя в камере. Это долго, на улице мороз, это может отразиться на отопительных системах дома и потом привести к нежелательным последствиям. Иногда приходится делать так, чтобы, значит, накидывать какие-то кошму, там что-то другое, чтобы пройти до той задвижки, чтобы можно было закрыть. То есть определенный риск есть. Но риск минимальный, если человек опытный. Кстати, про опыт. Идет ли молодежь в эту профессию? Молодежь в эту профессию не идет. Может быть, из-за того, что какой-то ореолог, какого-то героизма, какого-то другого фактора не чувствует. Может быть, потому что нет примера достойного, чтобы можно было пойти. Ведь как получается, человек, вот он домой приходит, да, житель, у него тепло, светло, водичка есть. Он даже не вспоминает о том, что есть такая служба ЖКХ. А вот когда с ним что-то происходит, не с ним, вернее, а в его квартире, вот тогда он начинает вспоминать, что есть же слесаря, есть же дежурные службы, есть же к ним нужно обращаться. Но он уже настолько нагрет, что авторитетом, даже если его маленький сын там где-то сидит и видит всю эту ситуацию, то, естественно, авторитетом уже вряд ли можно сказать, когда он вызывает аварийную машину, она приходит и начинается ремонт вот этой какой-то там определенной неисправности. Все это связано, конечно, с нервами. Нервная профессия? Нервная профессия. Каждый вызов? Каждый вызов – это ситуация, которая не должна была бы быть, по идее, да? Но каждый вызов – это срочно, это на нервах, это на эмоциях? Каждый вызов – это срочно, разумеется. И каждый считает, что почему-то долго ехали, почему-то возникает даже, так сказать, жалобы и все такое. Но чтобы этого не было, мы установили на своих машинах систему Голонас. И поэтому от вызова, который поступает в электронном виде по телефону, тут уже попадает в электронную, фиксируется электронными аппаратами, значит, время там стоит, и фиксируется время, значит, спутникового слежения, поэтому прибытие машины на определенный адрес всегда отражается. Какое время максимально допустимое? Ну, это зависит еще от времени суток, когда пробки, у нас ведь нет вертушек и сирен, мы едем, как обычная машина, и не нарушаем правила движения, стараемся, во всяком случае, это делать. Ночью это быстро, в районе, значит, скажем, от базы до центра города и дальше, это, значит, в течение 17-20 минут. Днем, когда приходится это делать, значит, это гораздо дольше, но днем нас прикрывает подрядчик, который работает по обслуживанию домов, там свои слесаря. И если мы едем помогать, то мы едем помогать не в аваральном режиме, а просто как... В рабочем порядке? Да, в рабочем порядке. Скажите, у нас на самом деле...